МОЛДАВСКИЕ ВЛАСТИ МОЛДАВСКИЕ ВЛАСТИ Молдавские власти утверждают, что указанные пункты открыты для контроля над миграционными потоками на соответствующих участках, а также для упрощения процедуры временной регистрации иностранных граждан, въезжающих в Молдову. Однако эти аргументы совсем не убедительны для Тирасполя. Нам сегодня сообщили о том, что открытие миграционных постов будет синхронизировано со вступлением в силу принятых изменений, таким образом, чтобы существование этих постов не коснулось свободы передвижения приднестровцев. Сейчас пока это заверение и обещание, и поэтому, как официальное лицо, я не могу сказать вам, насколько в действительности это будет соответствовать тому, что я сегодня услышала. Но я надеюсь на то, что эти заверения будут воплощены в реальность. Буквально за несколько дней до этих действий правительство, бывшие представители Кишинева и Тирасполя, ранее участвовавшие в переговорах формата 5 плюс 2 по урегулированию приднестровского конфликта, Василий Шова и экс-министр иностранных дел, непризнанный ПМР Валерий Лицкай, заявили, что намерения молдавских властей установить пункты миграционного контроля вдоль Днестра могут привести к дестабилизации ситуации и непредвиденным обстоятельствам. Иными словами, власть придержащие фактически пытаются установить границу внутри страны, официально разделив оба берега Днестра. Неквалифицированность чиновников, которые этим будут заниматься, равна злонамеренным действиям людей, которые создают конфликты. Потому что конфликту все равно, кто его сделал, по умыслу или по неразумию. Так вот эти миграционные посты, вещь новая, сложная и в умелых руках, это может быть решено достаточно легко и справедливо. В неумелых руках мы получим в ближайшее время серию конфликтов. Прежде чем сделать определенные шаги, связанные с тем, которые могут привести к дестабилизации ситуации, к накалу страстей в зоне безопасности и к тому, что инструменты, которые есть, смогут не справиться с этой ситуацией, Мы породим очень серьезный конфликтный потенциал, но еще раз в этой конференции хотим показать, что нужно сто раз, даже не семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать. Контрольные пункты открыты фактически нелегально, поскольку проект закона номер 250 прошел процедуру голосования лишь в первом чтении. Более того, согласно поправкам, принятым парламентом в Кодекс об административных правонарушениях, с иностранных граждан, не зарегистрировавшихся в молдавских миграционных органах, в течение 72 часов после въезда на территорию страны, а также с жителей Приднестровья, не обладающих молдавским гражданством, будут взыскивать штраф в размере от 200 до 400 леев. Шова и Лицкай призвали властей не торопиться и выступили с альтернативным предложением, а именно расширить мандат миссии по мониторингу ЕУБАМ, которая действует на молдоукраинской границе, начиная с 2005 года. Однако власти Молдовы заявили, что на это у них нет времени. Нам власть говорит о том, что у нас мало времени. Подождите, давайте все взвесим и поставим на весы. Либо мы находим решение цивилизованное, которое не создает природу возможную будущего конфликта, или мы еще два или три или четыре месяца поработаем всем, чтобы найти решение, которое будет способствовать и никому не будет ущемлять. Поэтому вот риски и поиск решения. Что здесь превалирует? И поэтому нас удивляет, когда нам говорят о неких сроках, о неких планах, которые нужно срочно завершить и так далее. А последствия? Однако о последствиях никто не задумывается. В пятницу Еврокомиссар по политике расширения и добрососедства Штефан Фюли, находясь с официальным визитом в Молдове, потребовал, чтобы миграционные посты вдоль Днестра были установлены немедленно, подчеркивая, что они должны воссоединить Молдову.